Здравствуйте, меня зовут Аня. У меня вопрос. Кто слышал про графен? Отлично. Кто знает, в каком году Нобелевку дали за графен? Меньше. А кто верит, что графен это материал будущего, он изменит технологии? Ну, чуть-чуть. И моя цель рассказать вам, что такое графен, немножко истории, за что дали Нобелевку. И почему я считаю, что графен это материал будущего, и он изменит технологии? Графен состоит из атомов углерода. Углерод имеет несколько модификаций устойчивых. Две из них вы знаете. Это объемные кристаллы, алмаз и графен, а также низкоразмерные структуры. Это графен, фуллерен и нанотрубка. Они называются низкоразмерные, потому что у них меньше размеров, чем у объемных кристаллов. И это очень важно для нанотехнологий. Именно поэтому они обладают очень удивительными свойствами. Поэтому я немножко остановлюсь об этом поподробнее. Объемные кристаллы, 3D структуры. 3D кино и ширина, высота и глубина. 2D структуры. Это пленки и графен. Одностойные материалы. 1D структура одноразмерная. Это нитки, волокна, трубки. И номеразмерные, это кластеры и квантовые точки. Эти 2D структуры, у них интересная история. Еще в сороковых-пятидесятых годах были теоретические расчеты, которые показывали, что таких структур, то есть одного слоя атомов, будут удивительные свойства. Другие теоретические расчеты показывали, что такие структуры просто невозможны, они не могут существовать. Чуть позже, потому что, если мы попробуем сделать один слой атомов, он просто сожмется, как бумага и все, он не может быть ровным. Позже было показано, что такие структуры все-таки могут существовать теоретически, но при этом они будут не плоский лист, а волнообразная поверхность. Показать-то показали теоретически, а практически-то не могли получить. А у меня получится обратно слайд клацнуть. О, получилось. Практически экспериментаторам не давалось получить листы графена. Были какие-то фрагменты в 60-70-х, уже придумали название графен, но самого графена не получали. В 90-х годах тонкие пленки графита, то есть это 10 слоев графена, но это все-таки не один слой. Только в 2004-м удалось получить именно чистый монослой, один слой атомов графена, его исследовать свойства. И в 2010-м за это дали Нобелевскую премию. Исследовали Андрей Гейн и Константин Новоселов. Нобелевка 2010 года. Называется «За новаторские эксперименты по исследованию графена». Я хочу подчеркнуть, что они не открыли графен. Очень часто, если читать какие-то статьи в интернете, будет написано «За открытие графена». Его не открыли. Его получили, его исследовали. Причем исследования это были очень трудоемкие. Я им больше всего поражаюсь. Как они получили? Очень просто. Брали скотч, междуложили тонкую пластинку графита, от карандаша можно взять, и вот так вот отдирали, отдирали этот слой, и на скотче оставались маленькие-маленькие кусочки графена. Среди них были очень тоненькие, именно чистый графен. Как это исследовать? Ну, получили они эту крошку. Что с ней делать? Микроскоп силовой, его не засунешь. Слишком много этих крошек. Ты пока будешь искать графен, ну, очень много времени пройдет. В этом все ручками, точнее глазками. Перекладывали пластину скотча на подложку к оксидокремния, и потом смотрели микроскоп оптически. Чистый слой, монослой графена был очень бледно-бледно-голубенький. Если слоев было больше, то интенсивность там все более синей-сеней, и там еще более темные цвета. Но самое удивительное для меня то, что вот этот размер, вот этот кусочек графена, вот эта чешуйка, это приблизительно 10 максимум, 10 на 10 микрометров. Толщина волоса — это 100 микрометров. То есть получающаяся часть чешуйки графена 10 раз меньше, чем толщина волоса. И они брали, как-то вот это вот отделяли, как-то пропускали через них ток, там магнитное поле, исследовали свойства, и в общем-то за это и получили Нобелевку. Это было… Я не знаю, как они это делали, и я этим восхищаюсь. Такой работает. После того, как они показали, что… Получили, показали экспериментально, что те свойства, теоретически, которые предсказывают волшебную графену, подтверждаются, все бросились изучать графен. Множество работ. В Европе открылся собственный институт, который посвящен только графену. Там миллиард евро туда кинули, и они изучают только графен. В конце концов, получили более совершенные способы получения графена, и сейчас, вроде бы, рекорд – это слой графена величиной 75 сантиметров. Он навесен на такую полимерную пленку, и он полностью прозрачен. Но теперь перейдем к свойствам. Я немножко буду сравнивать графен с графитом и алмазом, чтобы было понятнее вообще, откуда эти свойства берутся. Просто их перечислять просто неинтересно. Кристаллическая структура алмаза. Каждый атом имеет четыре связи с соседними атомами. Расстояние между атомами – 0,15 нанометров. В графите, который состоит, в общем-то, из слоев графена, атомы внутри каждого слоя находятся ближе к друг другу. Поэтому, если графит, вы знаете, он легко расслабился, мы карандашом пишем. Но если взять отдельный слой, то есть графит, в нем связи еще более прочные, чем в алмазе. То есть получается, что графит – самый прочный материал на данный момент, полученный человеком. Если можно сделать идеальный слой графена, величиной там один квадратный метр, то он будет выдерживать груз 4 килограмма. Это произойдет на кошка. То есть это будет абсолютно невесомая, практически невесомая, прозрачная, такая легкая очень, даже не ткань, а просто монослой атомов, очень-очень прочный. При этом он гибкий и растягивается. То есть вы можете его крутить, сгинать, даже в узелок завязать графен, он не рассыпется, он очень прочный. И он непроницаемый. Нету таких атомов или молекул, которые могут через него пройти. Он водостойкий. Даже атомы гелия, это самый маленький атом одиночный, который могут существовать, не могут пройти через вот эти вот решеточки. Он полностью непроницаемый. Для электроники более интересны электрические свойства. Они описываются зонной структурой. То есть поведение электронов в кристалле. Что-то надо знать. Вкратце повторяю там одну свою лекцию про физику твердого тела. В алмазе каждый атом имеет четыре связи. То есть он четырехвалентный и все электрончики четко связаны к своим атомам. У них нет шанса вырваться на свободу, спокойно гулять. То есть алмаз диэлектрик, он не проводит электричество, как резина. На зонной структуре это рисуется так. Есть валентная зона, не сидят электрончики, четко привязаны к своим атомам. Чтобы вырваться на свободу, нужно перепрыгнуть вот эту щель. Это как обрыв, который нужно им преодолеть. Но он настолько большой, что они не могут преодолеть. Поэтому ток течь не может. Это диэлектрик, изолятор. Графит – проводник. У него три. Каждый атом связан с тремя соседними атомами. Но четвертый слабенько связан с соседним слоем. И он может спокойно в слое двигаться. И в общем так тоже. Это приводит к тому, что один электрончик в принципе всегда свободен. Ему не нужны никакой энергии, никаких щелей нет, чтобы ее перепрыгнуть. Говорят, что часть электронов, то есть зоны там, где валентная и там, где свобода проводимости, пересекаются. Все эти электроны свободно двигаются всегда. Они с самого начала, как только графит образовывается, например, его создали, они сразу появляются и графит-проводник. Как металл, только проводник. То есть это одно и то же. Графин уникален. Он и не проводник, и не изолятор, и не полупроводник. Полупроводник – это как изолятор, только щель маленькая. В чем уникальность? Он называется полуметалл. С одной стороны, как и граффити, у него каждая там есть три связи прочные, а четвертый тут может плавать где угодно электрончик. То есть он как бы свободен, но при этом, то есть как в металле, но при этом нет щели. То есть этот электрон, ему не нужно никакой усилия, чтобы вырваться на свободу. То есть он как бы не свободен, но он может вырваться на свободу, когда он захочет, ему не нужно никаких усилий. Это приводит к некоторым интересным последствиям. Первое из них – то, что электроны, они очень быстро двигаются в граффине. И второе из-за того, что они очень быстро двигаются, у них масса как будто бы равна нулю. Очень классно по этому поводу есть целая серия в теории Большого Взрыва, когда Шелдон пытался понять, как такое, как электрон может быть похожим на фотон в материале. Долго думал, думал, в конце концов понял, что в общем-то электрон – это волна, волна – это фотон, фотон – это свет. Нет никакого противоречия. Все относительно – электрон, частица это или волна. Про эту серию даже Новоселов в своей лекции Нобелевской упоминал про эту серию и про граффин, как там обыгрывалось все это. Но тут возникает она проблема. С одной стороны, быстрые электроны – отличная проводимость. С другой стороны, вся наша технология, то есть все мобилки, вся технология электронная построена на полупроводниках. А нам нужна вот эта щель, чтобы наши приборы работали. В граффине ее нет. Но ученые могли найти некоторые нюансы, как можно создать эту щель. Первая из них – если мы берем не простую, но огромную площадь, какую-то граффина, а полоску, то из-за того, что есть границы, у нас появляется вот эта щель. Причем в зависимости от того, какой ширины будет полоска, такая у нас будет ширина щели. И еще хитрость. Мы же не можем постоянно использовать только большие листы или только полоски. Иногда нам нужны полоски, которые будут проводить, которых не будет никакой щели. И оказалось, что щель будет возникать только в таких полосках, в которых граница называется кресла. А если границы будут вот такие вот зигзаг, то они будут хорошо проводить. То есть мы можем, у нас и такое работает на тонких полосках, и такое. Отлично. Но это не единственный вариант. Второй вариант, более такой замечательный, мне он нравится, так называемый функциональный граффен. Вот обычный граффен. Если его облучить атомами водорода, к каждому атому углерода прицепится водород, и структура немножко поменяется. Сразу возникнет щель, вот тут, чтобы запрещенное. И что получается? Мы можем взять большой лист граффена, наложить на нее маску, то есть трафарет. Некоторые места облучать водородом, некоторые нет. У нас будет периодическая структура. У нас будет проводимость, щель, проводимость, щель. Мы можем создать все, что нам захочется. Это очень интересное направление, вообще периодические структуры. И как-нибудь я вам обязательно про них расскажу отдельно 15 минут. Теперь, как же все это можно использовать? Про свойства поговорили, к чему это приводит? Первое, так как граффен у нас непроницаемый, непрозрачный и прочный, из него можно делать детекторы газа. То есть любые молекулы, которые летят, они застают в граффене. Это приводит к тому, что если они застряли, тут же еще электроны летают графеновые, электроны будут замедляться или как-то отклоняться. То есть мы это все будем видеть на приборах, что ага, проводимость стала меньше. Значит, что-то прицепилось к граффену, застряло и мешает лететь. То есть появился какой-то газ. С другой стороны, мы можем сделать специальные дырки в граффене, через которые будут проходить только молекулы нужного нам размера. Например, вода, а какие-то соли не будут проходить. То есть это очень простой, дешевый способ фильтрации воды от вредных примесей. С другой стороны, граффен очень прочный и водонепроницаемый. Мы можем взять определенный лак и добавить в него определенное количество граффена. И делали опыт, помазали таким лаком железную пластинку, а вторую не мазали. На неделю засунули в сильный солевой раствор. Через неделю пластинка, которая была покрыта лаком, осталась в общем-то свой первознанный вид, а та, что не была покрыта, поржавела. И это очень дешевая технология защиты от коррозии. Все вы знаете, что, например, наши улицы посыпаются солью на зиму. Это свежется со льдом, со снегом, это попадает на машины, машина ржавеет снизу. Чтобы она не ржавела, например, хромируют поверхность, еще какие-то технологии. Но хром ядовитый, для его получения нужны кислоты, все это вредно для окружающей среды. А такие вот лаки из графена будут просто экологичны и лучше защищать, в данном случае, например, машины от коррозии. Другой вариант – это сверхпрочные материалы. Если идет технология, глобальная тенденция делать материалы более легкими, более прочными. Легкими сделать легко, даже не легче. А как сделать их прочными, если они легкие, чтобы они не были крупкими? Покрыть тонким слоем графена. И он будет защищать, так как он легко растягивается, но при этом сам не сильно рвется, то есть его тяжело порвать. Он будет защищать материал, на который он сверху нанесен, от трещин, от лишних каких-то компенсировать напряжения. Поэтому это позволит получить более прочные материалы, легкие. Ну, самое интересное – электрические свойства. И графен – это просто основа будущего гибкой электроники, потому что он прозрачный, проводящий и гибкий. То есть первое, что сразу приходит в голову, это делать дисплей, на которых покрыты проводящим графеном. Сейчас для этого используются так называемые слои ИТ, но более всего распространенные. Это оксид олова и Индия. Но есть проблема. Индий – это редкоземельный материал, поэтому его добыча, переработка очень дорогая. И из-за этого выходят дорогие, в общем-то, обилки и все остальное. И при этом оксид Индия и олова не очень хорошо подходят для гибкой электроники, потому что со временем он теряет свои качества, он становится больше поглощать свет, он нужно, чтобы он полностью проходил. Графен – это, во-первых, дешевый, во-вторых, его можно как угодно в грудь и растягивать, и его свойства не будут ухудшаться. Поэтому гибкая электроника, ну и как покрытие для солнечных батарей, там, светодиодов, тоже очень большая проблема – это сделать так, чтобы как можно больше света попало на принимающую поверхность, и чтобы все эти электродики, которые сверху были, они были прозрачные и не мешали света попадать на солнечные батареи или, наоборот, светодиоды уходить. Следующие – транзисторы. То есть вся наша техника вычислительная. Для этого нужны транзисторы. Транзисторы бывают нескольких видов. И тут есть одна проблема. Вот работают с транзистором, много всяких видов пытаются делать. Из-за того, что графен очень сильно проводящий, и щель там сделать довольно-таки сложная, она все равно маленькая. Если сделать транзистор, вот что такое транзистор? Ты можешь представить себе трубу, тут, к сожалению, нету, где нарисовать. И посредине краник. Мы можем краник хорошо открыть, и вода потечет трубу в одну или другую направлению. Можем закрыть, и вода не потечет. Вот открытое состояние – это есть ток, то есть, например, единичка. Закрытое состояние – нету тока, то есть нолик. Но на этом работает вся интегральная микросхема, в общем, логические элементы. Но в графене так не получается. В нем всегда есть сток. Маленький, но он есть. И поэтому различить нолик и единичку очень-очень тяжело. Поэтому вот работают над тем, чтобы сделать более большую щель, чтобы сделать логические элементы. Пока у нас не получается. Но уже хорошо получается делать усилители, смесители частот на транзисторах. И если, например, кремниевый транзистор, ну или рекорд, отдельный кремниевый транзистор может работать, там, 80-800 ГГц, пока у меня есть графеновый, самые так сделанные, это 700 ГГц. А, в принципе, ТГц и там 1,5 ТГц – это для них будет нормально, когда я их научусь нормально делать. Еще тут хочу сказать, в слайде я не сделаю, про суперконденсаторы. У всех есть мобилки, они разряжаются. Для того, чтобы они заряжались, используются аккумуляторы, это там литий-ионные или другие какие-то, но это аккумуляторы. Есть еще направление конденсаторов. В чем разница? Аккумуляторы долго заряжаются, но могут накопить себе большое количество заряда. Конденсаторы очень быстро заряжаются, но немаленькое количество, у них плотность энергии довольно-таки маленькая. Если бы мы делали зарядное устройство на конденсаторах, а не на аккумуляторах, то у нас была маленькая тоненькая мобилка и вот такая еще штукенция, в общем, зарядная батарея. Поэтому конденсаторы, ну, не сильно используются, но если графен, если его делать послойно, то есть он очень маленький, из-за этого можно очень много энергии в нем накопить. Тогда получится так, что мы сможем перейти на конденсаторы, отказаться от литий-ионных аккумуляторов, и тогда мобилки будут заряжаться 5 секунд. Машина, там, Тесла, будет заряжаться 10 минут или там 20 минут. А ездить она будет очень долго, то есть неделю будет после этого ездить. В общем, я хочу вам сказать, что будущее уже наступило. Если бы Мартин Макфалай неделю назад прилетел, он бы понял, что все-таки нет летающих скейтов, но зато есть очень-очень перспективные материалы и такие технологии, которые в скором будущем нам помогут создать стекла, которые будут вырабатывать электричество, машины, транспорт, которые будут заряжаться очень быстро, а ездить очень долго. Технологии, которые позволят нам очень быстро очищать воду, делать преснение соленой воды. В странах, у которых проблемы с соленой водой, это будет большая поддержка. Ну и плюс все помнят, что у нас там пресная вода заканчивается, проблемы с экологией. Вот такие фильтры помогут нам, графеновые, получать быстро и дешево большое количество воды. Одежда будет умная, с умной электроникой, потому что она будет все гибкая. В общем, я надеюсь, что ее вас вдохновило и в конце хочу показать вам небольшое видео, что уже есть. В общем, что сделано? Вот эти ребята, которые 75 сантиметров получили площадь поверхности, сделали, нанесли слой графена на сенсорный экран. И сейчас будут, вот они его подключают, просто так налепливают на планшет, ну на ноутбук. У них там программка, оно синхронизируется, определяется. Он сейчас будет, в общем, границы экранчика проставлять. Вот оно пошло, видите, планшет начинает, точнее, ноутбук. Определил, сделал сетку, ну и теперь он просто рисует, пишет и будет вводить, в общем-то, это значение, там какой-то файл, который он хочет. То есть графеновый сенсорный экран уже существует, уже может работать. Такое можно сделать большим и дешевым. Спасибо за внимание.